Всем здарова! Вы смотрите передача по кашеварям и как обычно сегодня будет что-то вкусненькое! Сегодня помимо моего драгоценнейшего спонсора Самура, мне помогает этот рецепт сделать компания Philips, которой мне прислали огромную коробку, в которой были продукты с особым рецептом блинов. Итак, что же прислали Philips? Вот такую вот здоровенную коробку. Я даже не знаю, что там честно, что-то связано с масленицей. Давайте посмотрим. Я-то думал, килограмм муки, да и все. А нет, что-то тут всего дофига. Ваши блины со спидтач. Да, у меня есть такой блендер, они мне его уже дарили как-то. Видимо, готовить надо с помощью него. Итак, тоже представляет из себя масленичная неделя от Philips. Тарам-тарам. А вот, вот так вот как-то. Здесь чучело, будем сжигать. Молодцы, оригинальненько. Итак, яйца, мандарины, сыр рикотта. Это что такое? Топленое масло. Топленое масло из Вологды, смотрите. Молоко зорко и мука пшеничная, сокольническая. Вот такой вот набор для того, чтобы приготовить рецепт. Давайте я расскажу его вам. Я вот таким вот способом, как предлагает Philips, блины не готовил. Но я уверен, что они неплохие, поэтому попробуем, приготовим. Заодно вам скажу про вкусы. Итак, у нас сегодня, значит, мы готовим блины на взбитых с белках. Вот так вот, это необычно. И приготовим к белкам еще мандариновый конфитюр. Давайте, в общем, разбираться, что нам нужно для этого рецепта. И погнали! Ну и для того, чтобы приготовить блины на взбитых сливках, нужен миксер, естественно. У меня вот есть миксер в формате блендера от компании Philips. У меня ему уже, наверное, год. Он у меня работает, служит верой и правдой. Это Philips SpeedTouch. Вот с такой насадкой мы используем. Ну, насадка-венчик, в общем, да? Или как он называется? Насадка-миксер. Начнем с приготовления блинов, которые вообще, по идее, должны оказаться похожими чем-то на дрожжевые блинчики, но при этом быть чуть-чуть даже нежнее, чем дрожжевые блинчики. Давайте приступим. Яйца надо разделить на желтки и белки. Берем примерно две трети молока, добавляем туда растопленное сливочное или, как я говорил, растительное масло, и добавляем туда желтки. Все перемешиваем. Теперь в смесь желтков и молока добавляем муку и все перемешиваем с помощью того же миксера. Немножко молока мы оставили, чтобы контролировать жидкость, поэтому, если у вас достаточно густо получилось, еще туда молочка добавьте. Белки надо взбить в пену. Для этого смешиваем их вместе с сахаром и на самой большой скорости... Не на такой, и не на такой, а на самой большой скорости взбиваем до пышной пены. Теперь к желткам аккуратненько на маленькой скорости подмешиваем белки. Желательно делать аккуратно, чтобы белки не опали, потому что их пышность нам нужна для того, чтобы блины получились пышные. Теперь блинчики осталось выпечь. Для этого хорошо разогреваем сковородку. Первый раз ее можно смазать маслицем, потом масло, в принципе, не понадобится, потому что оно в тесте есть. И, в общем-то, выпекаем с двух сторон до золотистости. Золотистости. Настало время конфитюра. Конфитюр мандариновым будем готовить вместе со шкуркой, потому что шкурка – это основной аромат, поэтому мы ее оставим, будем готовить с ней. Ну, конечно, мандарины желательно выбрать с такой, знаете, с такой мягкой и рыхленькой шкуркой. Поэтому мандарины моем, друзья, отколупываем все вот эти вот зелененькие ненужные штучки, попочки, разрезаем примерно на 4-6 частей и вот к следующему этапу переходим, да. Теперь мандарины надо уложить в блендер, измельчить их, ну, знаете, вот не совсем в единую массу, а так, чтобы, ну, небольшая текстурка там присутствовала. Еще можно конфитюру добавить остринку с помощью чили перчика, поэтому мы берем или свежий чили перчик, или просто возьмем с вами, ну, молотый чили перец, чуть-чуть, так, знаете, по вкусу. Теперь вот эту мандариновую жижу выкладываем на сковородку с толстым дном, добавляем сахар, коньяк и варим минут 15-20 на среднем огне. Чтобы конфитюр не пригорал, надо его достаточно часто мешать. Через 15-20 минут конфитюр готов, его можно подавать к нашим блинчикам. Еще отлично к блинчикам подойдет рикотта, если в блинчик добавить рикотту, туда добавить еще конфитюрчик или сверху полить, будет супер. В общем-то все, друзья, с наступающей вас масленицей. Давайте сожгите какое-нибудь чучело обязательно, я вот это вот, наверное, сожгу. Ну, естественно, не в городе, потому что в городе меня в тюрьму посадят, где-нибудь за городом мы ее сожжем, не обязательно к масленице, а так просто. Или оставим, красивая она, красивая. В общем, все. Друзья, спасибо компании Филипп за то, что прислали мне этих продуктов, этот рецепт. Давайте, кстати, попробуем, что у нас получилось, потому что я пока еще не знаю. Ну что, давайте попробуем, что же у нас получилось. Похоже на кабачковую икру чем-то внешне. Ну, пахнет мандаринами прям очень ярко. Прекрасное сочетание. Мандариновый конфитюр очень вкусный, сладкий и очень мандариновый. Рикотта, она безвкусная, я бы заменил бы рикотту на творог, было бы еще лучше. А так очень вкусный рецепт. Серьезно, и блинчики очень нежные, и конфитюр просто офигенно вкусный. Одобряю, одобряю. Ребята, с масленицей повторяйте. В общем-то на этом все, друзья. Не забывайте, что по промокоду по кашеварям на сайте Самуры можно купить кухонную всякую утварь, в том числе ножички, всякие точилочки, досочки со скидкой. Актуальную скидку уточняйте на сайте. Ссылку на Самуру я оставлю под видео. Переходите и смотрите, что там можно приобрести. А на сегодня все. Покеда! Субтитры подогнал «Симон»!